Если брать Ютландию, какие основные увечья здесь? К нам прилетел вот снаряд здесь рядом. Тут порядка 350 человек прятались у нас в паркинге. Я так понял, что практически каждый дом в Ирпене был захвачен. Вот Артем меня привел там, где реальное разрушение. Смотришь, просто от зданий ничего не пооставалось. Но здесь тоже есть дома. Просто на них страшно смотреть, что прямо слезы накатываются, чтобы даже об этом во всем говорить. Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале «Недвижимость без цензуры». С вами я, Писаренко Константин. И сегодня мы снимаем свой первый выпуск в формате изучения, что же у нас происходит в Ирпене, в Буче, когда туда вернется жизнь. У нас остался один из выпусков, но мы сняли его еще в феврале. Выпуск про ЖК Ютландия и его основателя Артема. То есть вот он. Приветствую, Артем. А скажи, пожалуйста, как твой дом пережил? Как вообще Ирпень? Что ты знаешь, что ты нам можешь рассказать про жителей Ирпеня? Ну, я так понимаю, и прилегающих городов Бучи, Гастомеля. Ну, смотри, наверное, Ирпень, вот наш регион Ирпенский, Ирпень, Буча, Гастомель, я думаю, все слышали. Вот в первые дни мы застали очень сильно вот эту войну. И все ее почувствовали, услышали. Нас очень сильно бомбили. Гастомельский аэропорт, туда высаживались десантники. И наши ребята пытались как-то защищать нас. И вот люди здесь очень сильно пострадали. В первую очередь именно люди. И сейчас я понимаю, когда ты начинаешь выезжать в какой-то там другой город, с кем-то общаться, что не все это понимают. На себе пока это не прочувствуешь. Ты не можешь это понять и описать. Конечно, вот если брать Ирпень, Бучу, Гастомель, в Ирпене очень сильно были бои. То есть, если Буча, там, они ее, эти орки захватили и находились там, то здесь в Ирпене были бои, и очень сильно пострадали здания. Ну, максимально сильно. То в Буче очень сильно пострадали люди, потому что там они жили, там просто ад происходил. И насиловали людей, убивали. Это просто ужас. И в Ирпене очень сильно так же это было, но, наверное, в чуть меньших масштабах. Но здесь очень сильно пострадали здания. То есть, больше разрушений, получается? Да. А скажите, когда они сюда попали? Слушай, ну, это вот с первых дней, в принципе, это все было. Там уже 27-28 числа уже были бои прямо вот здесь. Уже были танки. Да, да, да. Вот. Я это все время находился в Буче. Вот под постоянные обстрелы. То есть, не было, вот если люди там на Западной Украине, там сирены происходят, да, и люди там в каких-то бомбоубежищах пытаются перейти, то здесь, в принципе, не было никаких сирен. Здесь было просто, ты слышишь, какой-то летит снаряд, ты сразу же пытаешься бежать куда-то там в укрытие. Вот. И они были постоянно. То есть, мы уже научились различать, там, это танк стреляет, это оград, это там миномет, это еще что-то. Люди уже все начинают это уже понимать, что, где, как летит, вот, и пытаются как-то спрятаться. А когда была массовая, вот, массовая эвакуация Бучи, Эмир Пиняточник, когда началась? Я думаю, это вот с первых чисел марта началось так. Люди начали понимать, первые эмоции были, что мы чуть-чуть сейчас пересидим, сейчас это все закончится. И каждый думал, что вот сейчас еще там вот день, и это все закончится, уже все будет нормально. И чем ты больше сидишь в подвале, тем тяжелее, вот, психологически тяжелее очень выехать тебе. Тяжелее, вот, я помню свою просто эмоцию, когда вот открыть просто дверь и выйти наружу, это очень тяжело психологически, потому что, слышишь, постоянно прилетает что-то. Что-то страх больше? Да, это какой-то вот этот вот страх, что сейчас вот, и ты слышишь, вот тут проехал танк, вот тут какие-то БТР, и тут колонна какая-то проехала. И людям было очень тяжело выезжать. И из-за этого, как бы, очень долго это все растянуло. Люди боялись, люди сначала верили, что будет все окей, потом боялись выйти, выйти из дома. То есть вы эвакуировались уже во время боевых действий? Да, да, да. И у нас разрушили все мосты, чтобы Киев не пострадал, чтобы колонны эти не дошли до Киева. И этим самым, конечно, была жертва Ирпенем и Бучей. То есть люди здесь от этого очень сильно пострадали. Им приходилось пешком переходить через эту переправу, через реку. В этот момент бомбили эти твари, бомбили людей, пока они переходили через реку. Очень много людей погибло. Да, я много раз уже слышал, друзья, что как раз вот благодаря Ирпеню, Буче, Гастоми, Лёнь, Бородянке, да, и всем окружающим селам Киев остался практически целый. Те дома, которые пострадали, 40-50 домов до Киева, это я считаю, что Киева делался легким испугом. И реально весь удар под Киевом взяли на себя здесь города, да, и под Браварами. То есть весь основной трэш происходил под Киевом. Благодаря как бы, скажем, уже городу-герою, да, Ирпеню, потому что на выезде прямо видел город-герою Ирпеню. Да, да, да. Это реально город-герой, который смог выстоять. И, скажем так, оболонь и виноградырь, как минимум, наша уцелела. Практически, грубо говоря, нетронутая относительно Харькова или Николаева, да, то есть Киева делался легким испугом на сейчас. Скажи мне, что конкретно, допустим, если брать Ютландию, какие основные увечья здесь? Ну, мы на самом деле счастливчики просто с нашим домом, потому что вот то, что вы видите, это мелочи посреди тем, что произошло в Ирпене. К нам прилетел вот снаряд здесь рядом. Да, да, да. Да, и осколками, в принципе, вот первые дни, особенно сейчас уже немножко поубирали мы, первые дни вот все было усыпано просто ржавыми такими осколками. И этими осколками вот испортили фасад, окна. И, в принципе, эти осколки аж до 10-го этажа долетали. Вот вы увидите, террасы все наши тоже такие покоцанные. И окна все. Что это за снаряд был? Это град. Снаряд, что это град, да? Наверное, вот как говорил мэр, то есть 70% Ирпеня было не под оккупацией, да? То есть они, ну что значит не под оккупацией? Это значит, что они делали просто вылазки какие-то, они забегали, вот как наша Ютландия, да? У нас здесь было 40 адыровцев, в подвале они прятались пару дней, выбегали, забегали обратно. У нас очень долгое время наша охрана здесь находилась, первые дни. Охрана у нас, конечно, ребята, просто крутые герои, потому что они не испугались ничего. Это группа, которая была в начале, как раз вот во время этого, первый день войны, они остались. Они, со всей округи люди сбегали сюда, в наш паркинг, потому что, ну, бомбоубежище, потому что рядом частный сектор, людям некуда прятаться. Тут порядка 350 человек пряталось у нас в паркинге. Ого, это все, ну... Да. И охрана до последнего, то есть, предпринимала все действия для того, чтобы они были в безопасности. Они ездили, то есть мы финансировали, они ездили там за водой, за едой, чтобы люди никуда не выбегали. Потом самостоятельно, то есть у нас там менеджер по продажам выделил там свой бусик. Этим бусиком наша охрана вывозила ребят на Романовку отсюда, чтобы они переправлялись. Это где мост взорван, да, получается? Где мост взорван, да. А мост взорвали какого числа? Полято 27-го, 26-го, ну, прямо вот на первые дни, да. Ну, это наши взорвали, так понимаю, чтобы они не прошли, да? Да, да, чтобы они не прошли. Вот, и ребята вот там числа, по-моему, до 11-го числа, пока последний отсюда человек не выехал, они были здесь, и потом еще пару дней не могли выехать, и потом уже эвакуировались. Вот, и... А все жители на сейчас, кстати, ну, сейчас есть жители или все вы эвакуированы? Все эвакуированы, сейчас просто у нас же начинается новая волна обратно, люди начинают возвращаться. И у нас на сегодня, по-моему, 4-5 квартир уже живут обратно. Это из скольких, где-то из 100, которые жили? Из 100, из 106, не, жили у нас, ну, успели сделать ремонт, я думал, процентов 50, то есть это квартир там 70. То есть 70 сейчас вернулось 4-5 квартир? Да, да, да. А если так понимаю, коммуникаций никаких нет? Вот сейчас нам дали воду буквально недавно, обещают сегодня дать свет, вот, газа еще нет. И так по всем домам, где-то везде разные ситуации, то есть очень сильно... Вода, свет будет уже легче, я так понимаю. Сегодня мы снимаем у нас 20, какое там, 27 число, то есть, и вот, я так понимаю, что сегодня, завтра нужно дать свет, да? Да, 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 да. Ну, то есть, уже хотя бы можно хоть какой-то быт обустраивать, электроинструментом хоть каким-то можно работать, хоть что-то... Да, уже намного легче будет. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот это, я так понимаю, что вот освободили какого, 3-го, да, получается, апреля или какого? Вот в конце марта, в конце марта, в начале апреля. То есть, грубо говоря, вот уже практически 4 недели, да, и только на сейчас вернулось, 4 недели практически прошло, 4 квартиры только вернулось. Да, да, да. То есть, люди не сильно охотно, не спешат возвращаться. Во-первых, ну, морально очень тяжело сейчас, еще непонятно, то есть, тут где-то у нас там взрываются какие-то гранаты, кто-то кидает, там, еще есть какая-то угроза, что это опять возобновится. То есть, она минимальна, но она как бы есть. И люди из-за этого боятся. То есть, есть, все равно, так, переживания. Да, это одна причина. Вторая причина, это то, что сейчас нет коммуникаций, и люди просто, ну, не понимают, ну, а что мы приедем и что мы здесь будем делать. Вот я в первые дни, я там, с 5-го апреля приезжал, то есть, ночевать в квартире где-то 5 градусов и, ну, очень тяжело. Ну, да, в шапке в этом, да? Да, 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 и также негде купить ни продуктов, ни воды, ни, ну, кофе, ни... Магазин не работает, да? Ничего не работает вообще. Только начинается вот сегодня первый день, когда первый супермаркет открылся в Африке. А, да, то есть, вот, уже есть, да? Наглядательная судьба, да. Друзья, я, конечно, ну, тут хоть что-то должно вызывать положительные эмоции. Я считаю, что даже открытие супермаркета в наших днишних условиях, когда, ну, вот, не было ничего, то я думаю, что это на уровне праздника, да, в Арпене. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот, твое видение, допустим, на сейчас, что нужно, чтобы, ну, вот, допустим, начнем с Ютландии, что нужно, чтобы Ютландия ожила? Ну, как ни странно, тут вопрос, в первую очередь, не с Ютландией, а даже, в принципе, с городом в целом. То есть, первое, это коммуникации, второе, это, чтобы работала инфраструктура, чтобы люди могли вернуться и отправить, грубо говоря, ребенка в садик, чтобы они могли сходить, скупиться в супермаркет, чтобы они могли обратиться в больницу, и там им ответили. И вот это самое важное. Я вот сейчас, мы пытаемся общаться с местной властью, пытаемся помогать всем, чем можем, чтобы это все запустилось как можно быстрее, потому что мы сейчас пытаемся, будем привлекать какие-то внешние деньги, там, европейские, всего мира, чтобы нам помогали вот каждый какой-то объект понемногу отстраивать, возобновлять. А что вообще говорят? Есть вот на сейчас такая возможность датировать, давать какие-то там... У государства нет. Государства нет? У государства нет, и государство ничего на сегодня не дает. Может быть, это и понятно, потому что под большим вопросом вообще, грубо говоря, сейчас сюда окна поставить, а завтра, не дай бог, опять что-то прилетает, и их опять надо менять. Вот. Но, тем не менее, мы хотим двигаться вперед, хотим вернуть тот пень, который был раньше, хотим сделать его еще в 10 раз круче, чем он был. Сейчас есть вот этот вот подъем в мире, все знают сейчас, уже на сегодня уже не надо говорить людям, что такое AirPIN, что такое Украина вообще, все об этом знают. У меня очень много друзей в Германии, в Америке, они все за это спрашивают, каждый день об этом разговаривают, поэтому надо этим попытаться воспользоваться в правильном русле. Ну, а есть вообще понимание, как это, как этим пользоваться в правильном русле, то есть, чтобы привлечь оттуда фонды какие-то, как говорится, залучить? Мы сейчас в процессе, вот мы сейчас в процессе этой работы, в принципе, мы полностью забываем сейчас на сегодня, на сегодня именно стройку, а в первую очередь хотим возобновить вот эти вот объекты, чтобы они работали. И ищем, вот, общаемся через друзей каких-то, через какие-то просто интернет, какие-то сайты ищем, кто этим занимается вообще, и пытаемся достучаться, делаем презентации, осмечиваем то, что у нас есть какие проблемы, вот пытаемся искать эти деньги. Хорошо, а сейчас, допустим, чтобы вот, ну вот возьмем отдельно взятый твой ЖК, да, что сейчас нужно, чтобы вот его привести в состояние, скажем так, чтобы он, ну, чтобы люди могли вернуться? Если сейчас свет дадут, вода, света, я считаю, что это основная часть, как бы без газа можно какое-то время обойтись, есть кондиционеры, и среднюю температуру они могут там либо вверх, либо вниз поддерживать. Нам сейчас обязательно надо поставить окна, нам надо сейчас возобновить фасад. А какая ситуация вот по окнам, допустим? Ну, фасад, я так понимаю, что он же насквозь не прострелен, поэтому я прямо... Да, ну, просто плитку поменять. Да, это больше как бы уже для красоты. Не хочется, чтобы дети все это видели, то есть хочется детей сюда привезти, чтобы они... Согласен, но если брать вот уже, чтобы дом мог жить, вот, допустим, я так понимаю, что стекла, это точно очень важно. Что по ним? Какая сейчас ситуация? Что стеклозаводы говорят? Да, напряженная, то есть не с этим большая напряженка. Есть некоторые заводы, которые говорят, мы там вам готовы давать окна только... Ну, вот стеклопакеты только с рамами, хотя это... Только с рамами, да? Да, то есть... Друзья, ну, это какой-то беспредел, но... Пытаются немножко заработать на этом, я не знаю, может какая-то есть... Давайте как-то в лояльный... Не хочу никого обвинять, может, есть какие-то свои там ситуации у них, но мне, конечно, кажется, что это неправильно немножко, но тем не менее. Друзья, производители стеклопакетов и оконных систем, обращаюсь к вам. Давайте сейчас думать не только о заработке. На чем-то можно заработать, да, но на что-то, как бы, если есть возможность дать стеклопакеты, ну, мы же понимаем, что это гораздо быстрее, во-первых, поменять стеклопакеты и в разы дешевле. Но давайте как-то идти навстречу. Мы все живем в одной стране, и каждый помогает, должен помогать, чем можно. Давайте не будем мародерствовать, потому что вот, когда вы заставляете брать стеклопакеты только целиком, то это называется мародерство, только с рамами. Поэтому, я надеюсь. Тем более, на сегодня еще непонятна система, схема, как людям будут компенсировать эти деньги. И им приходится, если они хотят сегодня приехать, им приходится за свои деньги восстанавливать эти окна, эти стекла. И, ну, это реально у людей денег просто сейчас нету, нету заработка, нету ничего, конечно, это тяжело. А цены поднимались или нет? Поднялись, да. Поднялись цены насильно, ну, большая? Ну, то, что вот мне озвучивали, по сравнению, вот, я просто недавно совершенно в январе заказал на стройку, на целую секцию заказал окна, и цены там поднялись где-то процентов на 15. На 15, да? На 15%. Ну, допустим, вот, если мы возьмем вот такой стеклопакет, сколько вот будет замена полностью такого оконного проема? Ну, вот смотри, 150 долларов стоит квадратный метр данного окна. 150 долларов в метр? Да, у нас дорогие достаточно окна, то есть, если это было бы попроще, то это было бы дешево. Ну, я так понял, что эту раму ты уже и не спасешь, потому что здесь прилеты... Да, ну, конечно, надо менять. Прилеты были прямо вот посечены. Да, просто много, где просто один осколок прилетел, и все, и там достаточно поменять только стеклопакет. То есть, здесь это полностью эвакирование. Добротный такой стеклопакет, двухкамерный, в три стекла. И у нас он полностью в массе к цвету антрацит, то есть, он не наклеенный, и поэтому он дорогой, конечно. Ну, то есть, вот сколько это? 600 долларов примерно? Да, так получится, да. Один стеклопакет, грубо говоря, по новому курсу. Ну, это замена такого стеклопакета 20 тысяч гривен, плюс-минус. Это с установкой уже, да? Да. Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, вот по поводу разграбления. Ирпень была вот разграблена? Да, очень пострадала, очень пострадала. То есть, в некоторые комплексы прям заходили, все двери вообще выламывали, забирали. Ну, до таких там мелочей просто, что смешно. А в Ютландию они смогли как-то, ну, вот зайти? В Ютландию, слава богу, и благодаря, в принципе, и охране тоже, потому что они заблокировали, там, забаррикадировали входы, выходы. И у нас ни одной квартиры не охрабили. То есть, пытались взломать одну, простреливали дверь, но не смогли ее взломать почему-то. И поэтому, в принципе, ни одной квартиры не взломали. А вообще селились, но не селились тут где-то? Они не селились, они вот забегали сюда, здесь прятались, там, вот, например, они первый день прибежали, там, в 10, грубо говоря, утра, побыли здесь до какого-то, до 2 часов, убежали, а потом вечером опять прибежали. Много народу было? Вот 40 человек. 40 человек? Этих, кадыровских? Да, да, да. Мы правильно, мы помним, как их называют маршал, да? Хорошо, скажи, пожалуйста, как ты видишь, как быстро ты сможешь сейчас вот все это восстановить, скажем так, хотя бы до уровня проживания? Ты участвуешь в жизни, вот, ты как застройщик участвуешь в жизни ЖК, в коннекте ли ты со своими жильцами? Мы общаемся. В основном, чтобы заказать всем там оптово стекла, чтобы всем... Понимаешь, тут даже не стекла начинается, но начинается там с охраны, с оплаты охраны, да, потому что многие люди... Кто-то уехал за границу, кто-то уехал там на западную границу, у кого-то вообще нет денег. И платить там за охрану люди там многие не готовы и не хотят. И мы сейчас пытаемся, вот там, инициативную группу мы создали, чтобы как-то сохранить вот дом в том виде, в котором он есть, потому что угроза мародерства, она никуда не делась. Есть такое, да? И сейчас, в принципе, до сих пор там всякие ребята здесь ходят, пытаются над этим как-то зарабатывать на войне. Но это, наверное, всегда было, есть и будет такое. Вот, и мы пытаемся это сохранить. Потом уборка территории, чтобы как-то поддерживать дом в нормальном состоянии. Вот с этого начинается. До этого еще пока, вот мы на сегодня осметили это все, отдали в горы, что вот у нас есть такие увечья. Ждем сейчас, что город скажет. То есть, могут они что-то выделить? Я знаю, там, пока что городу деньги на это там сверху никто не давал. Вот. Хорошо. А ты можешь вот примерно показать, что вообще сейчас с домом, чтобы мы хотя бы вот посмотрели? Я так понимаю, что не сильно, да? То есть, это считается по минимуму, да? Вот у нас третья секция. Это наша третья секция. Вот рядом, для того, чтобы прилетел снаряд, она до четвертого этажа. Стекла здесь побило прям сильно. Выше там точечно где-то. А я смотрю, вот такие какие-то маленькие точки. Это стрельба, это пули? Это посторонам осколки. А, это осколки, да? Посторонам осколки, да, прилетали. То есть, это лотерея, да? Кому-то залетело, кому-то нет, да? Ну, на сегодня вот сейчас здесь убрано, уже подмели. Но вот ты шел, и вот буквально каждый шаг был вот такие где-то вот осколки. Вот даже сейчас они попадаются, но они маленькие, видишь? Ага. Вот это очень маленькие, то есть... Это вот от снарядов, да, это осколки? Да, да, да. А были вот прям вот такие большие... Твои модные двери. Это, да. Я помню. Модные двери автоматические, да. Автоматические модные двери. Изломали, получается, они были забаррикадированы вот таким образом. Это уже 10 раз их заново баррикадировали. Это кадыровские уроды, да? Да, да, да. Изломали, заходили в паркинг, у нас там растяжки находили потом ребята. Мы сейчас уже, слава богу, все... Все проверили, все нормально. А машины были в паркинге, когда они заходили? Машины были, да. Ого. Вот такие, в принципе, были у нас. Ну, представьте, если такой прилетает в окно или там фасад. Хорошо, а то есть инфраструктура твоего жека, в принципе, не сильно пострадала? Смотри, это они выбивали, это не взрыв, это они выбивали, да? Это выбивали, да. Чтобы зайти туда, да? Да, да, да. Пытались попасть. Но в основном все, то есть даже вот у нас есть тут кафе открыто было, там детский сад, все цело, внутри все цело. То есть повезло? Да, да, да. В детском садике даже шиншилла жила, и она выжила, все нормально было. Шиншилла-герой, да, получается? Да, да. А что во дворе? Вот двор пострадал, во дворе? Двор не пострадал, хотя везде во дворе тоже осколки валялись, но двор, слава богу, целый. Сейчас вот мы занимаемся уборками. То есть во двор, слава богу, ничего не прилетело, да? Да, двор целый. Красивый, конечно, ЖК, и грустно его видеть таким пустым. Ну, слава богу, что здесь на все повыживало, я смотрю, что соседние, да, дома, там прилеты есть. Да, 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 поэтому нам очень сильно повезло, и тут люди хотя бы могут выйти, на лавочке посидеть, ну, хоть как-то. А ты вот говорил по поводу, допустим, оплаты, то есть есть проблема, да, с оплатой коммунальных услуг на сейчас, да? То есть люди не готовы, да, на сейчас оплачивать? И сколько в среднем процентов платят? Процентов 30-40. 30-40, да? Да, 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 готовы платить. Даже я просто говорю, готовы платить. То есть еще не платят, но готовы? То есть мы начинаем общаться, некоторые мы не будем, ну, категорически не будем платить. Я, ну, по правде говоря, то есть и раньше были такие проблемы и до войны, то есть когда люди говорили, а зачем нам охрана вообще-то, а зачем нам убирать там каждый день? То есть есть разные люди абсолютно, но это был процент там минимальный какой-то. То есть сейчас у людей просто, ну, физически, конечно, денег нет и, ну, это хотя бы можно понять, что действительно на это нет денег. Мы пытаемся кооперироваться, как-то кто-то, чтобы больше что-то платил, ну, чтобы как-то это сохранить, потому что, если, не дай бог, тут охрана не будет, это все, ну, вот это все придет в неходность вообще. Скажи мне, вот я не задам сейчас не самый приятный вопрос, а есть ли погибшие жители, допустим? Знаешь ли ты такие случаи? Смотри, по моей информации, слава богу, что нет. Все вышли, да? По моей информации, то есть я, может быть, что-то не знаю, может, где-то кто-то там самостоятельно где-то в каких-то участвовал, там, может, операциях. Ну, именно, когда уезжали. Когда уезжали, я такого не слышал. То есть, слава богу, все? Слава богу, что все целы, слава богу, успели уехать нормально, то есть. А когда, вот, ты говоришь, что здесь было 350 человек, когда они уезжали? Это вот с 24-го где-то по 11-го марта, вот этот промежуток времени. Когда все уезжали, да? Да, да, да. Они все по-разному. Кто-то в первый день, кто-то во второй, кто-то там потом, через неделю уехал. А Ирпень, получается, первые освободились среди этих трех городов? Тут же была, знаешь, такая штука, что очень много там освободили, потом опять они заняли, потом опять освободили, потом опять заняли. А, то есть такие были, да? И разные были, да, истории. Ну, вот, полноценное, чтобы здесь было безопасно, это вот в конце марта, начале апреля, когда уже, ну, понятно было, что можно выйти на улицу, и ты знаешь, что ничего не прилетит. Друзья, можно по чуть-чуть возвращаться, но нам нужно по чуть-чуть начинать поднимать экономику, поэтому, если вы готовы уже все-таки вернуться домой, я думаю, что по чуть-чуть можно собираться. Чтобы в течение мая уже быть дома и помогать восстанавливать все вокруг и оживлять, самое главное, чтобы начала оживать наша экономика. Деду купили чашку чая, деду купили пирожок и так далее. Вот таким образом экономика будет оживать. Деда ребенка в садик отдали, чтобы каждый был занят и каждый вернулся к нормальной жизни, какая она возможна. Да, это очень важно. Я являюсь патриотом вообще своего города, я очень хочу, чтобы здесь все это восстановилось, потому что у нас очень крутой город. И для Украины, в принципе, и для мира. И нам очень важно, чтобы те люди, которые здесь жили, чтобы они вернулись и продолжали жить здесь, потому что тут все делают все для того, чтобы здесь было безопасно. Хорошо, давай мы сейчас поедем, посмотрим, каким районом. Мне повезло не так, да? То есть, возможно, ты знаешь такие места. А пока будем идти, давай, возможно, ты расскажешь, какая сейчас ситуация по застройщикам. То есть, поговорим еще вот и о твоей главной роли, да, как застройщика. Что сейчас по стройплощадкам в Ирпене, допустим? То, что я знаю из-за Ирпень, в принципе, и за Киев, что, ну, как ты говорил ранее, 99.9, никто не работает. То есть, от тех, кто даже есть единицы, там вот недавно вышли объявления, что кто-то открыл, ну, заново начал работать, это больше, ну, как мое видение, то есть, это больше как для такой, показать, что мы что-то начали. Потому что сейчас спрос упал просто до пола, то есть, никто не ищет даже квартиры и не собирается их сейчас искать, но это понятно. Вот, и поэтому, естественно, стройки сейчас все стоят. Большие тут очень много, на самом деле, вопросов, начиная от строя материала, то есть, мы начинаем обзванивать тех поставщиков, которые нам доставляли. У всех одинаковые проблемы, у кого-то там свои работники пошли там в ССУ служить, у кого-то уехали за границу, у кого-то на Западной Украине, то есть, неким работать просто. У кого-то проблемы с материалами их доставить вообще сюда, то есть, ну, большие проблемы у всех, на самом деле, начиная от низких там цепочек, да, и заканчивая, то есть, самим процессом строительства, то есть, те же самые, там, должен переехать крановщик, ему должны дать мои коммуникации, дать жилье где-то временно. То есть, вот, вот этого всего очень с этим большие проблемы. Хорошо, а вот, допустим, на сейчас, ну, у тебя были рассрочки, я знаю, да, вот по этим рассрочкам идет какая-то оплата? Нет, никакой оплаты вообще. Соответственно, то есть, мы намеренно, мы даже людям сказали, что, ребята, пока не надо ничего оплатить вообще, то есть, пытайтесь обеспечить свою безопасность в первую очередь, рассрочки как-то уже будем потом там разбираться с ними дальше. Ну, я понимаю, что важно для того, чтобы шла работа, да, ее нужно оплачивать. Соответственно, не будет, ну, допустим, ты сможешь запустить, да, там, ну, неделя-две, да, там, а дальше нужно оплачивать. Нет, у нас есть какой-то предел прочности, то есть, мы, у нас есть финансовое планирование, то есть, мы на месяцы готовы самостоятельно даже работать, но вопрос в том, что в любом случае должны были какие-то вливания дальше. Это или рассрочки, или покупки новых квартир. Ну, я условно, вы ждете, условно, когда государство скажет, что военное положение уже закончено, все может начинать работать, или что-то другое? Мы ждем, чтобы сказали, ребята, все, войны больше нет, то есть, вы спокойно работаете. Так ждет вся Украина, но мы прекрасно понимаем, с кем мы воюем, и что это, ну, как бы, нужно готовиться. Ну, хотя бы понятно, что ракеты сюда не прилетают, что здесь нет угрозы такой, которая вот тебе говорят, вот завтра приедут, вот завтра там приедет вот та колонна, колонна вот здесь рядом уже, ну, вот этого, чтобы не было этих новостей. И хотя бы, чтобы пару месяцев этого не было, люди здесь жили, и мы понимали, что все окей, тогда мы начнем работать без проблем. Окей, ну что, я предлагаю двигаться. Друзья, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, по возможности, нам нужна ваша поддержка. В это непростое время вести канал становится еще сложнее, поэтому надеюсь на то, что вы поддержите, и не только добрым словом, а и задавайте вопросы, пишите комментарии, это тоже будет наш выпуск поднимать выше. Прилетик, видите? Да, да, он там. Прилетик-то. Везде на первом шагу, да, прилет? Прилет такой серьезный тоже, снаряд. Решел четко. Слева тоже, вон, прям крышу все расфигачило. Слева начинается налоговая академия, она еще знаменитая, то есть она единственная в Украине, именно налоговая академия. Они ее заняли как штаб-квартиру, наверное, или что? Они ее занимали, да, и вот она прям пострадала очень жутко. Это же все убрано, все, я же понимаю, не представляю, что тут было месяц назад, что тут было. Знаешь, сколько людей тут? Все дома, все оконсанные, везде проблемы с окнами. Мне так понимаю, что если у тебя просто вылетели окна, это очень повезло. Вот это уже чуть-чуть меньше повезло, когда прилетный прямой. Вот Артем меня привел там, где реальное разрушение. Смотришь, просто от зданий ничего не пооставалось. Не только от зданий, вот машина как выглядит, так и осталось стоять. Прямо как в этих, да, в фильмах? Да. Вот мы, Артем, показывают дома, которым повезло меньше, да? Что это было? Слушай, это коммунальное какое-то здание было, я точно не знаю, но, знаешь, ты вот смотришь на все, это как в фильмах каких-то, вот в эти минуты, когда ездишь сейчас, когда это твой родной город, ты тут вроде совсем недавно тут ходил, гулял, вот здесь стадион рядом, мы тут постоянно футболы, да. И просто не верится вообще, блядь. Такая-то воронка от чего-то прилета, да? А это, так понимаю, кусок танка, да, этот, передний, а то, что гусеницу защищает, да? Да, да, да. Там он, я смотрю, куски активной защиты танков. Ну, вот мы сейчас находимся прямо рядом с основным таким блокпостом, где были основные, основные бои. Поэтому тут такие повреждения очень серьезные, и куча всего валяется. Это, так понимаю, какой-то боковой взрыв, что, да, получается? Да, да, ну где-то здесь взорвалось, и вот осколки прилетели. И ее, получается, сюда как-то откинуло, да? Потому что я смотрю, что и колес у нее нет. Я говорю, это могло быть такое, что человек сюда приехал, где-то ее здесь бросил, и просто вот, потом сняли, кто-то снял колеса, а потом уже и прилетело сюда. Реально, как в фильмах чувствуешь, что я легенда. Смотришь на это все, на эти все разрушения? Ну, и так в каждом дворе. Ну, вот, пожалуйста, вот, посмотрите вам туда, вот, дом весь. Ну, все дома, все сгоревшие, все отбитое. Ну, вот, скажи мне свое субъективное мнение, вот, допустим, по поводу вот таких вот домов, где повыгорало все, где поприлетало. Вот я вот по поводу всяких хрущей, вот, таких советских построек, что с ними делать? Вот я просто ищешь, и будет, ну, я не говорю за этот Мариуполь, там, конечно, ну, там, я не понимаю, там, то ли надо все это сравнять и заново все восстанавливать, какой-то новый город полностью строить, потому что я там вообще целых домов, ну, по крайней мере, то, что по съемкам показывают, целых домов я не вижу. Ну, здесь тоже есть дома, вот, ну, просто на них страшно смотреть, что с ними? Вот, твое мнение, как застройщика, что с ними делать? Вот, конструктивы же домов пострадали? Конечно, пострадали. То есть они горели, получается, их никто не тушил, то есть огонь разрушал, перекрытие, все же, правильно? В любом случае эксперты должны дать свое заключение, но моя точка зрения, то есть там, вот, я видел те дома, которые я видел изнутри, то есть прогорало до арматуры, арматура горела, то есть подвергалась вот этому большим температурам, и, естественно, конструктив здания, он уже, ну, совсем другой, то есть он не несет несущей способности, которая, как бы, изначально в нем была заложена. Ну, хорошо, что делать? Это нужно его разобрать полностью заново, река? Надо полностью сносить. Ну, как это получается? Секции, отрезать секции, как после второй... То есть, если это возможно, то есть сносить секции. Если невозможно, то надо полностью те дома, те квартиры, которые тоже, хоть они не сгорели, но надо полностью сносить дома и давать людям новые... Ну, или отрезать. Я знаю, что после второй мировой войны был опыт такой, что они обрезали и стягивали их поясами такими металлическими. Возможно, возможно, есть... Просто я смотрю, ну, допустим, там же, вот, допустим, раз, два, три подъезда практически целые, да, идут? Да. А вот тут раз, два, три подъезда, ну, такие, которые пострадали. А это такой, в Тавре такой прилет был или что это такое? Я даже не знаю. Да, наверное, она открылась полностью, а? Да, я пытаюсь. Переехал, да? Нет, переехал, а, типа он переехал ее и крышу, типа, ей задрал, типа, да, когда переезжал. Я не знаю, конечно, прямо слезы накатываются, чтобы вот даже об этом во всем говорить. На 360 градусов ничего целого, то есть это, ну, обычные пятиэтажки, хрущевки, да, то есть вот во все стороны смотришь, ну, тут что-то посвежее, какая-то девятиэтажка, там еще, так понимаю, полусталинка какая-то. Вот, полухрущевка. И тут какие-то двухэтажки, все, то есть разбомблено, все. Как вот по поводу разграбления, вот, наши, наши какие-то мародеры были уже после того, как? Очень много. Вот первые дни, вот в Буча, особенно там, где эпицентр, эпицентр весь разграбили, вот, говорят, именно наши. То есть как только первый прилетел что-то в эпицентр, говорят, что наши с тележками, там вот прямо мои друзья, многих таких видели, там останавливали. с тележками полными, там, я не знаю, всего подряд, там, каких-то там. И что надо, что не надо, да? Унитазов и всего, то есть, ну, это был жесть. От этого, конечно, очень обидно, но... Ну, я смотрю, видимо, может, за счет того, что близость блокпоста, вот в Комфе вывозят еще какие-то свои товары, я так понимаю, что-то у них пооставалось. Вот целый грузовик стоит, и... И легко сними. Все, что пытаются, все, что могут спасти, пытаются спасти. Ну, соответственно, что-то еще уцелело, значит, тут либо рядом с блокпостом не разграбляли, да? Либо все-таки... Да, да, ну, тут просто было прям жесткий очень, это такой был один из самых жестоких таких блокпостов. То есть, здесь они пытались прорваться, получается. С той стороны? С той стороны звучит. И, ну, здесь очень, и трупов очень много было. Вот ребята говорят, вот сейчас здесь вот еще продолжают, это все заминировано, то есть нельзя ходить. И были очень жесткие. Техники очень много было, горевшие. Тут сейчас подобрали немножко. А скажи, пожалуйста, вот я смотрю, что из заправки еще ничего не работают, да? Нет, ну, тут в эту заправку тоже попало. По-моему, одна заправка ВОК начала работать в арбине. А так вообще бизнес пытается что-то уже восстанавливать или еще рано? Как в целом? Какое-какое? Сейчас коммуникации пытаются восстановить. Так только коммуникации начинают работать, вот бизнес начинает возвращаться. Хорошо, а что вот будет, допустим, в целом с такими торговыми центрами? Я думаю, что это будет все сноситься и заново делаться что-то новое. То есть там, я так понимаю, уже ничего не осталось, да? Да, да, да. Там восстановить что-то будет очень. А просто в них кто-то там заберет свое, да, и все под снос? Можно забрать, но если что-то останется, да. А как думаешь, сколько, ну, вот арбинью, допустим, говоришь, что на миллиард увечья, да, больше, чем на миллиард увечья. Сколько арбинью это для восстановления? Сколько он будет восстанавливаться? Честно, вот так, чтобы было полностью все заново, я даже не знаю, но мне кажется, это года. Да, то есть это, ну, года три, наверное, может быть так, чтобы это прямо все отстроить. За три года оно будет, вернется, ну, как бы, как было? Я думаю, что да, если будет, если это сейчас в ближайший месяц хотя бы остановится, и дальше не будет ничего, и будет помощь какая-то там. Ну, ты прямо берешь как, берешь прямо как в сказке, да? Ну, понятно. Ну, хорошо, если вот в реалиях, что мы еще, допустим, год, как нам обещают, будем вести, пускай там не такие активные на боевые действия, вот. То есть за три года что-то получится здесь вернуть? Я думаю, да, но опять же, то есть где, если это будет делать только на Востоке, а здесь будет тихо, и здесь будет как-то возобновлена вот эта вот жизнь людей и бизнес какой-то здесь будет возобновляться, конечно, это возможно. То есть это в этом нету, главное это деньги, и люди... Ну, это при условии того, что будет хорошо финансироваться, да, еще чтобы... Да, потому что люди, те, которые хотят возвращаться, их очень много. То есть вот я смотрю в своем окружении, в тех, смотрю на тех людей, которые живут в Арбине, они, ну, 90%, даже те, кто уехали за границу, находятся где-то сейчас в Испании, в Германии, не все хотят вернуться обратно, потому что дома всегда лучше, чем здесь. Кстати, очень важный момент, я уже не единожды слышу, что наконец-то наши украинцы начали ценить то место, где они живут, да, и все-таки сравнили нашу страну с другими, да, и уже на сейчас больше понимания пришло, как все-таки дома хорошо и в Прымах, да. То есть когда ты ездишь отдыхать, это одно, а когда ты ездишь, ну, ездишь на переселение, это абсолютно другое, совершенно по-другому все воспринимается. Поэтому давайте возвращайтесь обратно, будем мучить здесь все это делать и делать нашу Украину еще лучше. Я желаю тебе и другим застройщикам, чтобы вы с местной властью и с донорством из других стран, возможно, максимально быстро все вернули, чтобы наши дети были максимально психически, психологически здоровы, чтобы их психику не пошатнули эти ужасающие картинки, потому что, ну, на это без слез смотреть крайне сложно. Поэтому желаю тебе удачи. Спасибо большое. Держитесь, друзья. Ну, по возможности возвращаемся, поднимаем, восстанавливаем экономику, запускаем все процессы. Давайте понимать, что нам нужно набраться сил и чтобы у нас хватало терпения, как в одной из книг Виктора Франкла, кто не прочитал, я очень рекомендую. Она сейчас прямо актуальна, книга «Скажи жизни да». Понимать, что сейчас каждый должен выполнять свою функцию, свою работу качественно и не ждать, что война закончится завтра. Надеяться, но не ждать, а запасаться терпением. И давайте восстановим нашу ныньку Украину. Слава Украине! Героям слава! До скорых встреч! Подписывайтесь на канал, друзья. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»